Плюшевый бублик поддерживает маленького Дениса в кабинете врача. На прививку храбрый парень пришел без колебаний. Мама сказала, нужно для здоровья. Мы не первый год делаем, поэтому каждый конец лета, начало осени мы всегда делаем прививки. Я считаю, что это самая лучшая защита, чем пихать ребенка таблетками или всякими средствами, другими лекарствами. Сегодня в Самарской области прививки от разных болезней сделали почти 90% детей. Эта цифра должна быть выше, уверены специалисты. В некоторых случаях родители отказываются от вакцинации ребенка. Прививку от туберкулеза в этом году сделали меньше половины ребят. Врачи напоминают, постоянный медотвод от прививок имеют только дети с тяжелыми заболеваниями. Остальные малыши обязательно должны проходить процедуру вакцинации. За примерами далеко ходить не надо. Сейчас в реанимации больницы Середавина находится девочка 9 лет, у которой диагностировали столбняк. Это заболевание парализует нервную систему. Вовремя сделанная прививка позволила бы избежать этой болезни. У ребенка были до года проблемы здоровья, поэтому мама, напуганная, встревоженная состоянием здоровья ребенка после рождения, она, в общем-то, отказывалась от проведения прививки. И сегодня мы имеем на сегодняшний день ребенка, которому поставлен диагноз столбняк. Ребенок в крайне тяжелом состоянии, хотя делается все для того, чтобы помочь этому ребенку справиться с очень тяжелым заболеванием. Дифтерии, полиумелит, вирусный гепатит – от всех этих болезней можно застраховать ребенка уже в первые годы жизни. С прошлого года в национальный календарь профилактических прививок внесли изменения. Введена вакцинация против пневмококковой инфекции для детей с двухмесячного возраста и вакцинация против гемофильной инфекции. Это инфекции, которые вызывают частые заболевания у детей первых лет жизни. Уже мы имеем результаты по Самарской области. Уменьшение количества вне больничной пневмонии за последний год на 20%. И в семь раз уменьшилось количество случаев гнойных отитов у детей первых лет жизни. Врачи напоминают, прививку детям, которые недавно переболели, например, простудой, делать можно. Правда, стоит подождать около двух недель и обязательно проконсультироваться с аллергологом-иммунологом. Алина Чемерес, Станислав Левин. События. Идите нормально. Поехали давай.